Оно может привлечь к вам определенные силы, с которыми вы можете не справиться. Это может привнести в вашу жизнь определенную тревогу. Вы сможете делать буквально все, что захотите, не только с собой, но и со всеми, кто здесь находится. У металла есть определенная восприимчивость. Вы задаете вопросы из области, которую я обычно избегаю. Потому что, по большей части, я не хочу говорить о том, чего еще нет в вашем опыте. Потому что, если я буду говорить о чем-то, чего нет в вашем опыте, какой у вас будет выбор? Единственный выбор — либо верить мне, либо нет. Если вы мне поверите, это не приблизит вас к истине. Если вы мне не поверите, это не приблизит вас к истине. Да? Вы останетесь на том же месте, у вас будет лишь забавная история. Люди постоянно совершают такую ошибку. Они постоянно говорят о том, чего сами не испытывали. И теперь вы задаете вопрос, существуют ли такие вещи. «Я ношу кольцо на большом пальце, почему меня просят его снять?» Видите ли, человеческое тело — это механизм. Возможно, вы слишком привязаны к нему и отождествляетесь с ним. Поэтому не видите его таким образом. На самом деле это механизм. Не так ли? Да? Вам когда-нибудь делали операцию? Если вам будут делать операцию, они будут обращаться с вами как с машиной в сервисе. Вас положат, почистят, вскроют, что-то отрежут, сделают то, сделают это и соберут обратно. Они будут обращаться с вами просто как с любой другой машиной. Не так ли? Для многих операция — это очень унизительный опыт. Потому что внезапно все ваши мелкие иллюзии относительно себя исчезают. Вас просто вскрывают, зашивают, делают с вами все, что считают нужным. Не так ли? Так что, поскольку это всего лишь механизм, у него много возможностей. Как я уже сказал, в йоге мы смотрим на тело как на лестницу к Божественному. Если вы знаете, как его использовать, это феноменальный механизм. Сейчас вы его используете минимально возможным образом. Это самолет. Но вы предпочли ездить на нем как на машине. Когда вы решаете использовать самолет как машину, вы начинаете ехать, и эти две штуки постоянно врезаются в здания, задевают фонарные столбы и все такое. Вам они не нравятся. Поэтому вы их отрубаете и едете дальше без крыльев. Самолет с обрубленными крыльями — это замечательный автобус. Да? Вы счастливы. У вас все замечательно. А что не так? Я еду на отличном автобусе. Но когда тот, кто знает, что значит летать, видит самолет без крыльев, ему хочется плакать. Да? Вот что я чувствую, когда вижу, что может дать людям йога и то, как они на самом деле живут. Потому что… Вы даже представить себе не можете, каким все может быть. Видите ли, если я буду углубляться в детали, это будет звучать слишком сказочно. Чересчур фантастически, чтобы взрывомыслящий человек мог в это поверить. Я бы никогда не поверил, если бы мне кто-нибудь рассказал об этом. Но для меня это повседневная реальность. Существует так много всего. Прямо здесь. Присутствует так много измерений жизни здесь и сейчас. Но они вне вашего опыта. Я говорю лишь о физических реалиях. Я не говорю о чем-то другом. В то время, как мы все здесь сейчас сидим и проходим программу, в этот момент здесь присутствует множество уровней физической реальности. Происходят различные вещи. Это целый многослойный мир, один внутри другого. Это существование многослойно, одно внутри другого. Современная физика начинает признавать это. Они говорят о множестве реальностей, существующих одна внутри другой. Это так. Оккультизм — это своего рода технология. Все, что мы считали невозможным несколько лет назад, сегодня стало реальностью. Не так ли? Таким же образом, оккультизм — это технология другого измерения, но все же это физическое измерение. Оно все еще находится на физическом плане, но имеет дело с другим физическим уровнем, не с тем, какой вам знаком. Итак, что будет, если носить кольцо на большом пальце? Оно может привлечь к вам определенные силы, с которыми вы можете не справиться. Это может привнести в вашу жизнь тревогу. Если вам случится побывать в определенных местах, если вы привлечете определенные силы, это может привнести в вашу жизнь ужасную тревогу. Потому что, как только вы надеваете металл на большой палец, эти силы считают, что вы их к себе зовете. Например, если вы прикрепите антенну к своему мозгу, вам придется смириться с тем, что вы будете слышать абсолютно все радиостанции, которые работают в Калифорнии. Если вы не хотите все это слушать, вам нужно снять антенну, не так ли? Здесь то же самое. Металл обладает определенной восприимчивостью, определенным влиянием, поэтому он используется определенным образом. Всегда считалось, что вы должны носить кольцо на безымянном пальце. Во всем мире этот палец был определен как палец для ношения кольца. Думаете, это случайно? Нет, не случайно. На этом безымянном пальце, отсюда до сюда, расположена вся физическая вселенная. Это как компьютерная мышь. Если вы просто проведете отсюда до сюда, вы можете принести себя из этого измерения в другое. Вы можете буквально делать все, что хотите, со своим телом, лишь с помощью безымянного пальца. И не только со своим телом, но и со всеми, кто здесь находится. Вы можете делать все, что захотите, с помощью одного лишь безымянного пальца. В йоге есть целая наука о безымянном пальце. Безымянный палец считается ключом ко всему, чем вы являетесь. Поэтому носить кольцо на безымянном пальце стало важным, так как это простой способ обеспечить стабильность вашей системы. Если надеть на безымянный палец какой-либо металл, ваша система будет оставаться очень стабильной. Вы же надеваете его куда угодно. Люди носят металл во всех частях тела, который только можно проткнуть. Он будет оказывать свое влияние. Это не является решающим фактором. Можно носить все эти вещи и при этом быть более-менее в порядке. Но это все равно, что сделать машину вертикальной, как стену, и пытаться ехать на ней. Да, вы сможете на ней ехать, но она будет потреблять в два раза больше топлива, чем если бы она была правильной формы, не так ли? Аналогично этому. Вы тоже можете пытаться идти вот так, но вы просто измотаете себя в процессе своей жизни. Вместо того, чтобы проходить его радостно, без усилий, вы просто истощите из себя делая неправильные вещи. Вот и все. Все могут жить, но не все делают это с одинаковой легкостью. Не так ли? Просто потому, что в этом мире правильные вещи не будут с вами происходить, если вы не начнете делать правильные вещи. Неважно, внутри или снаружи, есть много измерений. Но если вы не начнете делать правильные вещи, правильные вещи с вами не произойдут. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok